У 15-летней Дарины опухоль мозга и глоукома. За свою жизнь она перенесла уже 38 операций. Недавно девочка стала победителем всероссийского конкурса среди детей-инвалидов. Серия ее работ по лепке покорила жюри. Но все же настоящее увлечение Дарины – скрипка. Хотя вначале преподаватели отговаривали ученицу. Я говорю, нет, я хочу на скрипке. Она мне сказала, ну ладно, будет тебе тяжело, и тебя будут судить не как больного ребенка, а как обычных детей. Я сказала, ладно, и я пошла на скрипку. Вот в этом году я уже заканчиваю музыкальную школу, 8 классов, и хочу поступать, наверное, по скрипке. Последняя операция позволила Дарине чуть лучше видеть, но теперь она не может покидать дом. Следующая встреча с хирургом – 30 ноября. Оплатить операцию нужно заранее. Правда, деньги опекуну Дарины, бабушке Гульсине Саберзяновой, в банке не выдают. Личный счет заведен на девочку. И необходимо ее присутствие. Вот сейчас мне ее надо будет завернуть, глаза завязать и пойти. И она как пойдет, вот ей тяжело ходить. Тем более гололед сейчас на улице. Если упадет, тоже всякое может случиться. В отделе опеки Гульсине Музагитовне выдали справку о том, что деньги она может получить без присутствия ребенка. Вот только для банка эта бумага не имеет значения. Согласно закону, при операции с расчетным счетом лица, достигшего 14 лет, необходимо присутствие этого самого лица. То есть Дарине с бабушкой все же придется идти в банк, рискуя при этом подхватить инфекцию или другое послеоперационное осложнение. Кирилл Ерофеев, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.